...четко знать. Потому что это то, за чем охотится сейчас вся мировая экономика. Почему? Потому что этот человек может легко разговаривать на любом языке предыдущих уровней, при всем при том он остается с собой. И когда такой человек приходит в компанию, он не пытается ее куваллы сплющить и сказать, все сейчас будем на одном уровне, вот у нас тут сетевая горизонтальная структура, все там ходят и ездят на своих столах с колесиками, то есть потому что я буду... Ну какая разница, как они сидят, как они там взаимодействуют, какая у нас структура. Потому что этот человек четко знает, что если в компании должен быть бухгалтер, то это человек синего уровня, и он ищет человека синего уровня, и понимает, что если там сидит человек в зеленом уровне, ничего хорошего в налогах не будет. Но не будет там ничего хорошего. Если ему нужна там какая-то охранная система, черт или что-то там такое, он будет искать человека красного уровня, и тот будет там идеально соответствовать. То есть он будет вовлечен, он будет работать, он будет выполнять свою роль, он будет как бы тем человеком, который нашел свое место, и ему не надо будет никаких интриг. Он просто будет честно там все охранять, всех останавливать, проверять сумки, проверять машины. И в этом урок будет проявляться, он будет переть от этой работы, он будет обрадоваться, только они будут довольны кушать свои пивы и чипсы. И так далее, если ему нужен продажник, он найдет оранжевого человека. А если ему нужен офис-менеджер, он найдет зеленого. И у всех будет чай, у всех будет кофе, у всех будет хорошо, цветы будут стоять в горшочках. Он будет ходить всех обнимать, целовать, любовь, дружбу, жвачки, все равно. Можно скручивать эту компанию на самом деле? Говорят, в завтрашнего дня вы будете все там вот такие бирюзоны. Ну не нужно, там просто нужен человек как минимум желтого промышления, который может это сделать, понимая как ценность каждого из этих уроков, и разговаривая на каждом из этих языков, так как этот язык принимает свое обращение, и при всем при том он состоится самым. То эти люди, где их взять? Людей таких мало, честно говоря, даже в Телефонии. Много встречал Японию, так не сказали. Но первое, что здесь надо понимать, вот эти фразы тебе следуют? То есть эти люди никого не пытаются учить, как жить дальше. Да? Знакомая нам ситуация? Почему? А зачем? С точки зрения, нужно найти этому человеку, если он не соответствует к ничему, что нужно? Так отпустите его, пусть он найдет свое счастье. С другой стороны, если вы знаете, что его лучше разобьет, дайте ему возможность развиваться на его уровне, чтобы он перешел на следующий, он все равно не перейдет на другую уровню. Если вы даже его туда за уши втащите и скажете, что с завтрашнего дня мы будем работать в бирюзоре компании, вот вам этот полмут холократии, 4-0 и 5-0 не перестал смотреть. Вот возьмите, прочитайте, завтра ответите, подпишитесь, зайдетесь и будете работать. Можете ли вы найти людей примерно одного желтого уровня, чтобы наполнить им всю компанию? Бесполезно. Вот сейчас эти споры совпуслило, Валера разгуляет, он там все время на всех этих собраниях, он не знает, что отвечает. Вы бирюзовываете или не бирюзовываетесь? Тут бирюзовывает, а тут еще не бирюзовывает. Он и так, и сяк, и не знает, как на эти вопросы отвечать. На нем все больше и больше не езжают. Да нет такого понятия, что есть Андрей Кривенко, и хотели вы там или не хотели, то есть он вообще-то является хозяином компании. Все какие-то вопросы, которые надо решать, а многие все равно решают. Вот был вопрос, что форма организации, то есть правильная расстановка приоритетов, это важная часть. Многие компании, которые эффективно научились, скажем, правильно все вставляют по своим местам. То есть я привел эти примеры. Я говорю, что начиная с 60-х в США появилось куча таких компаний, которые просто очень эффективно выстрелили, прямо нашли все вот эти кусочки, все эти гэпы запомнили, все разрывы убрали, и настолько четко выстрелили, то есть там оставаясь иерархиями, оставаясь... Включенность людей здесь в тысячи раз важнее, чем, скажем, любая внешняя форма, которую вы пытаетесь туда внушить и сказать, что вот завтра будем делать так. Потому что если человек своего уровня делает работу своего уровня, ничего нового ему пока не надо. Пока он разобьется до следующего и будет уже там из красного и синего, вы повосите его там до уровня, скажем, опять же, старшего бухгалтера, если он был до этого начальником отдела охраны. Будет сдавать документы. всегда вовремя, всегда в порядке. То есть если он к этому придет, то ему в создании наступит вот следующий порядок. Можно ли за одну жизнь пройти пять циклов? Почему? С красным это перевязывается. Можно. Почему? Можно. Как говорил Саша Малискарев, при помощи любви надо одного удовольствия. Здесь наша задача просто понять, что можно назначить. То есть все, что наступает естественно, наша эмерджентность, она проявляется. Как она проявляется, здесь много есть исследований, как это работает, очень четко сказать нельзя, потому что это всегда внутренний процесс, не обмежен. Если вы не даете этому внутреннему процессу пройти, и вы начинаете форсировать, начинаете из него что-то выдавливать, кончается хуже и плохо. Да, я вот так вот хочу здесь и сейчас, кончается очень печально. Ну вот, тут очень хорошо. Это все по-нашему. Гибкость спонтанная. Видишь, что самое главное происходит уже на изумрудном уровне. Происходит смена парадигма, то есть смена ценностей. Вот этот вот мощный ценностный сброс, это не дауншифтинг. Эти люди в шлепках и в шоках, которые, в принципе, управляют мировыми единорогами, они, в общем-то, не прикидываются, и у них просто парадигма ценности уже сменилась. То есть, как-то, понимаете, человек, который печатает деньги, ему сами деньги особо не нужны, не важны, и, как бы, он может в любой момент много не печатать. И поэтому парадигму вот этого, скажем так, то, что сейчас считается «сервант менеджмент», то есть, как бы, позиция слуги, что, в принципе, ярко проявляется во всех японских компаниях. То есть, все японские лидеры высокого уровня – это слуги своих компаний. Причем, слуги очень высокого, очень мощного уровня, потому что их вот этот процент отдачи 75%, он очень мощный фактор того, что люди им верят. Это высокий уровень доверия, то есть, коллективного доверия. Если вы помните такой термин, который называется «Сульдан и Сити», это переводится как «коллективное сознание», в котором они уже там несколько тысяч лет создают очень мощный инструмент взаимодействия друг с другом. Все мировые культуры так или иначе были уничтожены. Все явяности, в России, должен быть. Коллективное сознание, как вы помните, ничего подписанного и закрепленного на печати, печати в русском купеческом собрании, никто никогда не видел, если вы знаете. все сделки были рукопожатные. Самая известная такая рукопожатная сделка была по приобретению большого участка земли. Цена была углублена. Приобретение состоялось на следующей неделе. В момент договора цены, пожарные руки сказали, и этот участок земли вдруг оказался на пути Санкт-Петербургской, Московской и Железной дороги. То есть, вы знаете, когда там вдруг становится, все дерева тут знают, как цена земли повышается после того, как стало известно, что там пройдет просто Железная дорога прямо по этой земле. Ну, во-первых, утери выкупится очень дорого. И вот эта сделка была известна тем, что тот купец, который продал эту землю, он не на рубль изменил цены. Через неделю эта сделка, он тоже знал, что... Но поскольку цена была согласована, эта сделка состоялась. Это самое известное с этим прецедентом. То есть, все артельные формы взаимодействия это, скажем так, проявление такого достаточно хорошего, ну, я скажу, желтого уровня, но, скажем, хорошего, зеленого уровня. Да, я слышу. Хотел бы точно попробовать. Здесь именно... Это женщина? Ага. Телефон. Знание компетенции или личные качества. Профессиональное или личное? Что здесь? Здесь и профессиональное. Ну, а как? Не личное? Точно профессиональное? Ну, знаете, давайте проще скажем, что там... То есть, у них, скажем, вопрос их внутренней значимости для себя. То есть, от того, что они пытаются стать гением для себя и для других. То есть, им как бы вот этот флаж их наружу не будет. То есть, они не обиженные дети, которые должны доказывать все время, что их обижали. То есть, они достаточно серьезно... То есть, это психологический контур, который уже стабилен, в котором нет внутренних просадок, который, в принципе, знает свою значимость, знает себе цену, не всегда ее назначает, не всегда даже себя продает. Иногда эти люди, они даже себя не продают. Они просто, ну, занимаются тем, что им интересно, и не заводят никаких бизнесов, а общаются там с себе подобными. Это очень интересный фактор перехода, потому что здесь, вот после перехода с первого на второе уровень мышления, сознания, развития, происходит очень интересный вопрос, а что происходит с бизнесом? Да, во что он превращается? Зачастую, то есть, он становится таким, совершенно другим. Люди ведутся от этого. Я вот не скажу, но давайте посмотрим, что там происходит, да? Главным здесь является то, что, в принципе, они источники здорового развития любой ситуации, любой компании, любого сообщества, они всегда знают, как сказать, на каком языке говорить, но на этом уровне тоже есть некоторые такие обратные, возвратные волны, ренды, когда их немножко уносят в океан. то есть, у этих людей еще очень несовершенный модуль, который работает с оценкой знаний. Помните, мы говорили скорость оценки знаний? Вот она еще медленная, и они еще рационально мыслящие. То есть, у них еще такой буквенно-цифровой ум, который, в принципе, утомляет, который, в принципе, не является совершенным. То есть, они уже в понимании достигли вот этой интегральности, а оцепровывание этой интегральности они еще делают по старому, как на предыдущем уровне. Выслуги к качеству, смотрите. Они очень четко понимают, что каждый проходит свой уровень, каждому дают этот шанс, для каждого могут найти правильную работу, но если посмотреть на них с позиции первого уровня, вот, скажем, как бы они руки перед глазами человека, который все увидел бы такого манерного. Поскольку желтый, вы понимаете, это опять отскок в я. Это опять вот перескок в такую жесткую индивидуальность, в этой жесткой индивидуальности проявляется такое, скажем так, еще сохраненное я, хотя он очень сильно расходится по интегральным квадратам Кена Вилгера, и понимает, что и мы важны, и, скажем, и они важны, что и тело важны, и появляется вот эта совершенность, совершенность целостности, но не сама целостность. Концептуальное понимание целостности, приближение к ней, но, как говорится, экспонентно еще остается не соединенной социальной пользой. Как вы можете оценить другого человека, хотя, в принципе, это их качество, которые, в принципе, и таки не дают. А вот, что происходит, поскольку они еще медленно и быстро выгорают, у них зачастую бывают вот эти срывы, кризисы, стрессы, все остальное. Почему? Потому что для этих людей очень важно все-таки еще я всегда требую какого-то самоподзарядки. То есть все время где-то, они должны оставаться одни, куда-то уходить. Поэтому вот эта отчужденность этих людей она так немножко от них отталкивает, они все-таки холодные, как в предыдущей слайде были, но это нормально. Эта холодность, это как бы успех и эффективность. Они должны где-то там, скажем, подзарядиться и потом уже опять... Поэтому их надо почаще отпускать, потому что они как бы не говорят вам о вашем несовершенстве, но видеть-то они его видят, и для них это еще рациональный процесс оценки. То, что для нас это вот такая ментальная модель, которая все время оценивает, оценивающий рациональный лево-полушарный разум, это то, что в принципе нас делает очень утомленными, очень несовершенными, очень усталыми, и, ну, условно говоря, зачастую вызывает большое количество болезней. То есть, как я обычно шучу на своих тренингах, что каждая минута мыслительного процесса, пробужденного утром человека, то есть становится микротравмой мозга, которая потом приходится выздоровлять всю ночь. А каждая минута мыслительного процесса, это микротравмой мозга. Почему это? Потому что сам процесс, который мы там участвуем, он достаточно инструктивен. Но, тем не менее. Посмотрите. У них еще один лево-полушарный, да, то есть совершение. Вот то, что я так же сказал. Их зачастую, в общем, так вот это поддавливает, и они не знают, как с этим еще работать. То есть они выгорают. Для них нужны какие-то системы, которые, в общем-то, поддерживают их вот эту вот универсальную совершенность. Им еще требуются такие внешние экс-бастели, которые, в принципе, возвращают их в какую-то рабочую деятельность, потому что они сами это делать еще не умеют. Система сама себя восстанавливает, не имеет, не знает, то есть им нужно какие-то такие вот парниковые условия, в которых они могут это делать оптимально. И вот сам наш любимый, куда мы приползли, именно сюда. Что происходит после того, как наступает вот этот вот бирюзовый уровень? Это еще один переход, потому что седьмой уровень – это все-таки промежуточный уровень, в который наступила адаптация ко второму уровню сознания. А вот на бирюзовом, это стадия мы, сознание становится, как раз поднимает вот это множественное число. Второе – это первое лицо, которое, в общем-то, называется трансперсональное сознание. Знаете, что такое? Плантальное сознание. Это то, где мы сейчас видим передовые свои границы. Вот если нас там за пять лет не умудрятся упаковывать на флешке, придать нам искусственного интеллекта, превратить в матрицу, и заставить смотреть с ними на то, как мы значимы и важны друг для друга, в принципе, наша задача придет от раз туда. И эта задача для нас очень важна. Почему? Потому что человек, который оказывается там, это уже квалентарное сознание. Это совершенно другая форма, которая нам пока непонятно будет пользоваться. Но я сейчас попытаюсь чуть-чуть описать. Может быть, вы себя там найдете, в этой системе. Я взял такие, скажем, приятные, высказанные мудрецов современности и далекой древности. Они примерно об одном и том же. И вот Лао Цыг сказал, что умеющий комитет не оставляет следов. Что это значит? Это как раз пример планетарного мышления. Мы оставляем за собой следы везде. Вот наше мышление, в котором мы сейчас присутствуем, это такой великий планетарный срач, который, в принципе, мы считаем цивилизацией. Дельфины на вас смотрят и просто тихо, я извиняюсь другого слова не могу сказать, дети закроют им джавку. Пытаются понять, а что это такое вообще. То есть они ничего не говорят, потому что у них уже далеко заплани данное мышление. Потому что вы знаете, что я помню про зеркальный тест. Знаете, дельфин когда проходит зеркальный тест? На четвертый день после рождения. А мы через три года после рождения. Разницу, понимаете? Уровень сознания. То есть мы станем дельфинами когда-нибудь? Да. Не все. Я не сказал. Некоторые станут в флешке. Я про зеркальный тест не буду что-то делать, если честно. Паш, ты будешь у меня в кармане просто? Да, я понял. А у вас зеркальный тест как-то проводит даже муравей. То есть я даже не знаю. Как же в общем там? Вы знаете, ну с такими мифами я как бы не хочу. Может википедии написать? Не хочу даже википедии не являются. Зеркальный тест это способность сознания оценивать как бы полимер, полимерозность. Вы знаете, я вам могу показать массу случаев там кошек, собак, шума, шимпанзе как бы там подводили в зеркало. И как они там двигают в себе вот это зеркало. А уж муравьи, то есть это в принципе совсем интересное сообщество. Зачем зеркальный тест проходить? Непонятно. Они зеркалые. Понятно, что здесь написано? Ну, такое просто немножко юрическое степление. Я думаю, что не подключаю. Вот что начинается на ангелезовом груди. Потому что все предыдущие уровни начинают наполняться в них энергией. И это становится целостным. Абсолютно без шума, без рефлексивного мышления. То есть целостность была качеством, которое до сих пор остается с вами, но вы им не пользуетесь. Любая живая система, первым качеством любой живой системы является целостность. Потом и является системность. Целостность – это основная часть этого преминкранта мы живем. Поэтому такие люди не от ирослых. Если вы не видите такого человека из нашего уровня, он будет выглядеть немножко как еродивый, как... Как написали Дэл Дэдзин, человек, познавший Дэл, выглядит как еродивый. Не то, что он придурок, но его поведение становится абсолютно, скажем так, не соответствующим вообще никаким обусловленностям. Человек очень спонтанно наполняет пространство собой. То есть он и пространство, и он... И там нет никакого разделения, там нет никакой рефлексии. То есть рефлексионных линз, которые ты соотделяет одно от другого. Там просто чистое восприятие. Чистое... Понимаешь, что это чистое восприятие. То есть, когда восприятие, бывает восприятие. Там нет никакой оценочной деятельности. То есть там нет никакого, скажем так, принятия, это мне пригодится, это я смогу, это дурак. А это там как бы... Что-то он несет какую-то чушь, если он считает, я не так продолжу, встану и уйду. То есть там нет вот этой сильной рефлексивости. Я правильно понимаю, что вот этот момент перехода вот этой спонтанной склинчивости, когда некая вот элементарная интеллектуальная рефлексия каждой секунды, то, что подумаешь, что это значит, это уже сознательный уровень. То есть желтый и гуризовый уровень, они появляются в том состоянии сознания, когда они неосознанно появляются в этом восприятии спонтанной маникю. К нему приходит осознанность. То усилие, которое, грубо говоря, если человек желтого или гуризового уровня перестанет делать, отказываясь, скажем так, от такого чистого успеха, может вернуться и откатиться на какие-то другие уровни. То есть это сознательная работа. Не то, что он там просветлился и раз, но всегда этот вот такой вот идиотик. А это сознательная работа. Я не понял, но он пойдет на отвечать. У меня еще такой длинный вопрос. Обновляйтесь!